Диктант «Победы» написали в столице Колымы. Магадан одним из первых присоединился к масштабному всероссийскому мероприятию. В этом году историческую акцию приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Знание истории России и Великой Отечественной войны в частности, поскольку Великая Отечественная война является важнейшей вехой в истории России, это, безусловно, способствует формированию и правильного мировоззрения, и достаточно широкого кругозора, и воспитанию как будущего поколения, так и обычных жителей людей. Кроме этого, мероприятия, подобные диктанту «Победы», в какой-то степени являются данью памяти тем, кто погиб, защищая интересы нашей с вами Родины. В областном центре офлайн работали две площадки – библиотеки имени Пушкина и Северо-Восточном государственном университете. На вопросы по истории Великой Отечественной войны ответили преподаватели, депутаты, учащиеся, военные, работники учреждений образования и культуры. Всего порядка 100 человек. Ещё 400 присоединились к диктанту онлайн. В течение 45 минут колымчане ответили на 25 вопросов, затрагивающие разные периоды Великой Отечественной войны. На мой взгляд, эта акция имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, потому что главная её цель – это привлечь внимание молодёжи к событиям Великой Отечественной войны, ну и также повысить историческую грамотность. Ну а наш общий долг с вами – это помнить о подвиге советского героя, советского народа, беречь правду о войне и передавать эти знания будущему поколению. В общей сложности на Дальнем Востоке открылись более 550 площадок. Диктант Победы – уникальная акция, которая проходит во многих странах мира. Её масштабы растут с каждым годом. В этом году организаторы подготовили более 11 тысяч площадок в каждом населённом пункте России, где живут более 5000 человек.